Как вы думаете, что вы думаете, что вы думаете? Это дает мне возможность как-то обобщить иногда те далекие уже теперь годы испытаний и наши, без преувеличения, очень яростное желание все-таки отстоять честь и славу одного из великих театров не только российской культуры, Театру, как известно, 226 лет. Мы также готовимся в следующем году отметить 150-летие создания известного всем Мариинского театра в его архитектурном облике, в котором сегодня он существует. Это 1860 год, так что у нас будет возможность, может быть, оглянуться и на эти 150 лет, которые исторический Мариинский театр создавал спектакли уже в этих стенах. Но, с другой стороны, я понимаю, что передо мной молодежь, будущее России. Многие из вас наверняка найдут самые лучшие возможности для применения своих творческих способностей. У вас наверняка будет огромный багаж, который здесь не только под руководством Валерия Сергеевича, но и, наверное, очень мощного коллектива специалистов, педагогов. Уверен, что я говорю с самыми интересными и самыми способными и талантливыми молодыми людьми, которых я только мог бы вообще себе представить в какой-либо аудитории. У меня есть и корыстный интерес, я собираюсь кого-то из вас пригласить даже к, может быть, размышлению, а не стоит ли попробовать поработать даже и в Мариинском театре. Потому что мы напрямую связаны с экономическими, может быть, показателями. И школа менеджмента – это очень широкое понятие. Наверняка что-то можно сделать в крупнейшей российской корпорации или финансовой структуре. И также успешно молодого менеджера можно поработать и в одном из крупнейших театров. Я в этом убежден. Я лидером не рождался, сразу хочу вас в этом плане успокоить. И мне никогда не казалось, что я буду дирижером, буду возглавлять крупный коллектив. Мне, наверное, было уже лет 16 или 17. Я определился, что я буду заниматься музыкой, но мне и в голову прийти не могло то, что я могу возглавить какой-либо коллектив. Как-то об этом тогда не думалось. Но мне тогда было интересно заниматься музыкой Бетховена или Рахманина. И, конечно, каждый по-своему для себя открывает мир. Вот мир, в который я попадал, это действительно огромный мир, очень богатый. Раз полюбив серьезную музыку, классическую музыку, эта любовь, как правило, не проходит. Это неизлечимая болезнь. Вот меня постигла такая отчасть. Я твердо определился. Вполне мог заниматься чем-то другим. Помню, очень увлекался и математикой, и физикой. Мне нравилась география. Наверное, с 6-7 лет говорил по-английски неплохо. И как-то все это нравилось. Но вот по-настоящему я почувствовал, что я уже нашел то, чем я буду заниматься. Наверное, мне было лет 15-16. Что такое дирижер? Дирижер – это, конечно, музыкант. Но это и человек, который каждый день и утром, и вечером, и в репетиционном процессе, и в безмолвном уже процессе спектакля или концерта, тем не менее, руководит, прежде всего, коллективом людей. Оркестр – это 100 человек. Хор – это еще 100 человек. Солисты перед тобой на сцене – это, может быть, 15 человек, может быть, 10. Это, как правило, очень знаменитые люди. И этими людьми командовать, если есть вообще такое слово в понятии, в том, что такое хороший менеджмент, это, может быть, не сразу настраивает на правильный разговор. Людей надо увлечь. Поэтому, не давая вам советов, я сразу хотел бы сказать, что если вы работаете в коллективе, это усложняет вашу задачу. Когда перед вами компьютер, а если передо мной, скажем, фортепиано, это тоже трудно, знаете, поиграть в какое-нибудь сложное произведение Прокофьева. Это трудно. Но рояль не обижается, не демонстрирует недовольство тоном разговора, или не хватается за сердце, медикаменты ему не нужны. Поэтому здесь сразу возникает та сфера, в которой легче всего сделать ошибку. Ну, например, взять и сразу испортить всем настроение. Для начала. У нас в 10 часов начинается репетиция, в 10.05 у всех уже хмурые лица. Это не самый, может быть, лучший рецепт. Хотя есть очень яркие люди, лидеры, которые могут каким-то образом невероятно превозмочь даже и такой вызов, если сами же создают ощущение нервозности, напряжения, а иногда и даже, может быть, нежелание делать все по максимуму за счет уже просто какого-то невероятного таланта. Я думаю, такими наша страна славилась в советские годы. Сначала они получали сами взбучку где-то наверху, потом приходили, кидались, я так условно сейчас осуждаю, кидались, может быть, на людей, с которыми они работают. Я думаю, не хочется шутить на серьезные темы, но когда, наверное, наши деды слышали распоряжение взять Берлин или отстоять Москву или ни шагу назад, умереть, но не сдаваться, ну, я сейчас совсем не хочу выглядеть циником, но это тоже, наверное, из нашего недавнего прошлого. Кстати, не такого уж и плохого. Из вас, наверное, мало кто родился в Советском Союзе, или уж, по крайней мере, если вы советские времена вспоминаете по детскому садику, вот, то, я думаю, у вас есть старший товарищ, который могут вам напоминать обо всем действительно интересном, что у нас здесь, в Ленинграде, или в Москве, или в любом регионе, тогда еще в СССР происходили очень интересные вещи. Вот я перед вами продукт советской образовательной школы, советская музыкальная традиция, она, конечно, была и русская, потому что закладывал основы ее и Балакирев, и Римский, и Корсаков. Я приступил к исполнению своих обязанностей в 1988 году. Театр, конечно, был знаменит, но сложности были невероятные. Не было денег, никто не знал, что произойдет в стране. С одной стороны, уже в 1985-1986 году были первые глотки, а потом даже уже пили чуть ли не бочками свободу, но никто не знал, что с ней делать. Вот и страна рушилась. Ты никогда не знаешь заранее, что можно потерять кого-то из коллег или специалистов, то есть просто людей. Вот сохранить людей, это, наверное, один из неплохих принципов. Сохранить людей в стенах Мариинского театра на невероятно низких зарплатах было почти на грани невозможного. Поэтому я хранил людей, в основном опираясь на очень искренние человеческие отношения. Я исходил из того, что человек, который работает со мной как коллега и как даже друг, и у нас исключительные творческие отношения, не может вот так просто убежать только потому, что ему где-то в провинциальном театре Германии заплатят, ну даже в два раза больше. Платить тогда в России или даже еще в СССР, ну действительно было трудно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...